здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала и те кто зашел сюда случайно или впервые сегодня я хочу поделиться с вами о том как перезимовали мои комнатные растения потому что март на дворе природа пробуждается и какие-то изменения и перемены происходят и в наших комнатных питомцев и вот сегодня давайте посмотрим что же с ними происходит и что надо сделать для того чтобы они чувствовали себя прямо скажем как дома давайте начнем с пожалуй поскольку я оператор одновременно не получится так чтобы и меня снимать и растения но я буду рассказывать о них и показывать вот это у нас мандарин вот посмотрите это мандарин он выращен из косточки купленные в магазине без косточковой так называемые маленькие мандаринки но мне очень захотелось чтобы на нем были именно мандаринки но даже если это будет не скоро поскольку я не собираюсь его прививать вот как-то ну если конечно у меня появится черенок я его привью но мне и так очень нравится как он растет какой он издает запах когда к нему притрагиваешься и вот совершенно новые листочки которые он выпустил буквально вот за последние две недели не говоря уже о веточках которые он распускает вширь потому что место где он стоит на западном окне у меня оно такое вот имеет такое вытянутая конфигурацию это место поэтому вот он так растет что с ним связано интересного с этим мандарином ну была такая история когда я его высадила в палисадник на лето вытащила из кашпо и там среди растений чтобы не очень было заметно его и в то же время чтобы ему было хорошо я его прикопал а тут у нас дорожные рабочие работали видимо с кавказа и как-то подходит ко мне я там копаюсь в палисаднике подходит ко мне один молодой человек спрашивает а это что у вас апельсин мандарин лимон я говорю это мандарин вот представляете из всей кучи растений он заметил свое родное что то видимо напомнившие ему о любимых краях и он подошел спросил он очень был удивлен что он растет у меня в земле но наверное подумал что и зимой он себя здесь хорошо чувствует нет на зиму я его заношу но и так почему то получилось что у него корневая система за лето она вширь не посла не пошла то есть то ли он чувствовал что его заберут и он тут временный гость так сказать но ни одного корешка не выпустил так чтобы я думала придется его откапывать и как-то корни могут повредиться нет ничего подобного не произошло поэтому смело можно высаживать если у вас безопасное место в палисадниках он крепнет за лето набирает силу и растет дальше ну когда у него появятся плоды я не знаю в принципе хотелось бы но и так у меня очень устраивает любит водяной душ поэтому тут же мы его побрызгаем солнце на него сейчас не падает так что вот теперь душик я думаю он нам скажет спасибо так ну и хочу вам показать показать вот эту финиковую пальму сейчас вы видите голые ветки это стебли которые растут вот из такого маленького маленького ведерко ну как она не маленькая но среднего размера но конечно видно что ему уже тесно это и финиковой пальме сейчас вы увидите что там наверху у нас происходит вот такие вот джунгли вот так видите она доросла до потолка а дальше ей двигаться уже некуда вот можно только стороны вот так вот так вот в стороны вот так буду рисками немножечко показывать чтоб картинка устоялась так вот финиковая пальма конечно она у меня стояла на лоджи этой зимой вот и листья у нее стали такие темно-зеленые раньше они были просто зеленые а сейчас вот они стали темно-зеленые но это скорее всего связано с тем что там было много солнца и достаточно наверное холодновато может быть для пальмы ну тем не менее и вот я вижу что кончики некоторых листьев высохли и поскольку это как раз наверно относится к периоду тому когда она стояла на лоджи может быть ком пересыхал земляной и поэтому вот такая картина происходит вот ну мы видим что здесь появляются новые ростки вот новые ростки и они такие прочные тянутся ввысь высоко и конечно вот то что внизу я вам показывала тут много земли сверху потому что я убираю верхний слой и подсыпаю туда почву ну этой пальме лет наверное 15 подарила мне ее подружка когда ей было три года в такой консервной банке принесла узенькое такое растение даже с не распушившимися еще листьями вот я ее пересадила не сразу а через год я ее пересадила после того как она у меня дома прижилась все и с той поры она в этом ведерке растет и вот я сейчас долго-долго собираюсь и думаю какое кашпо мне купить ну надо достаточно глубокое купить кашпо пусть оно будет не сильно широкое но глубоким оно быть должно потому что корни у пальмы у этой растут вглубь вы знаете очень интересная такая картина цветение этой пальмы у меня она ни разу не цвела но сами понимаете что наверное пальме нужны другие условия произрастания потеплее и может быть для корневой системы гораздо больше места ей надо вот но она выпускает вот когда она цветет она выпускает такие метелки вот специально поинтересуйтесь в интернете я вот никогда не думала что оказывается финики которые достаточно недорого у нас стоят они требуют для своего выращивания такого труда вот представьте растет такое соцветие выпускается у пальмы знаете как кукуруза может быть цветет вот примерно как то так вот такие длинные палочки с наметками только фиников почек но это цветение пальмы так вот растениевод подходит обрезает часть этой метелки и кладет себе в сумку а вместо нее достает из сумки такую же обрезанную метелочку и приставляет к оставшейся части метелки перематывает бечевкой пеньковой и закрывает пакетом таким воздухопроницаемым пакетом может быть это ну не мешковина что-то потоньше он такой полупрозрачный вот это для того чтобы произошло перекрестное переопыление то есть пальма не может самоопыляться ей нужно обязательно какие-то цветки из другого растения сказали что она двудомная то есть есть мужские и женские деревья и тогда у пальмы будет родиться много-много фиников и вот в этом пакете эти цветки растут потом опускаются опускаются вниз и такая гроздь получается висит и там килограммов 3-5 фиников это точно знаете меня очень удивило и поразило жизнеспособность этого растения и сколько же боже мой надо труда для того чтобы вырастить финики а я захожу так в овощной магазин смотрю а финики по цене приемлемо думаю да ладно плюс что-нибудь такое более привычное типа кураги вы знаете финики ведь они очень-очень полезны но мы сегодня не об этом а о том как перезимовали растение что для них нужно так что скоро ждите видео я сниму как я переваливаю это растение в другую емкость и хочу купить еще такую подпорку в виде пальмового тоже такого основания и привязать к нему вот эти листья потому что если развязать вот эту бечевочку то пальма конечно у меня во все стороны раскинется но это во-первых не безопасно потому что тут остренькие такие концы достаточно жесткие и не дай бог чтоб не попало в глаз а так вообще очень декоративно кто ко мне в гости приходит говорят это у тебя что искусственно действительно как в джунглях нет это настоящий и ей уже где-то порядка 15 лет если не ошибаюсь но не меньше вот такая история связанная с этой парней пойдем дальше а дальше у нас очень красивая красивость стоит вот я специально включила ротатор чтобы мы могли посмотреть как это в движении очень красиво это мой питомец клеродендрум клеродендрум я вам про него уже рассказывала что это такой красивый цветок это клеродендрум Томпсон он очень благодарный посмотрите он у меня зацвел если вам интересно буквально недавно я проводила ему радикальную обрезку почти многое многое тут убрала и как вы видите у него появились цветочки и это очень здорово и мило потому что буквально под каждым листиком висит у нас кисть несмотря на то что сейчас марк и как таковых цветов то еще нет потому что они только закладывают цветочные почки вот и это выглядит потрясающе шикарно и вот они эти соцветия сейчас растут вот этот уже начал опыление и тут такие черненькие тычиночки и они вот если попадут на пестик то тут завяжется ягода из этой ягодки тоже можно вырастить полноценное растение но я не из ягодок а вот я когда обрезку делала вот у меня черенки они тоже укоренились их можно посадить даже в один горшочек чтобы был более пышный такой кустик и у вас будет еще одно такое цветущее красивое деревце помимо того путем черенкования растение омолаживается то есть это у вас уже будет молодое с такими насыщенными крупными гроздьями цветов чем хорош клеродендрум он очень долго цветет очень долго цветет и когда у меня подружка шла по улице я ей подарила цветущий клеродендрум там были гораздо крупнее кисти потому что этому уже много лет а у нее был прям молоденький такой весь усыпанный люди шли останавливались и спрашивали а что это у вас такое красивое клеродендрум после того как он отсветет соцветия не опадают они меняют цвет на фиолетовый и это тоже очень красиво и интересно то есть как бы вот посмотрите на меня еще в таком образе это очень красиво так что вот растет он хорошо перезимовал не бойтесь радикально обрезать клеродендрум а внизу если вас интересует что это такое тут у меня не знаю видно нет а вот там внизу просто лежат такие камушки декоративные кстати это сердолик это не просто декоративный камень это поделочный камень который был собран на Урале и меня иногда гости путают это что курага нет не курага это вот эти вот камни он лечебный если сердолик нагреть и приложить какой-то ране у вас предположим что-то болит какое-то больное место приложить подержать и у вас все пройдет ну с чем это связано говорят длина волны сердолика она очень близка к длине волны человеческого тела вот то что излучает наше тело это спектр красного излучения вот и именно усилению вот этого излучения воздействуя его на глубинные клеточные структуры у нас проявляется целительский эффект этого камня но это малая толика из того что я могу о камнях еще рассказать поэтому они тут у меня лежат тросы пожалуйста можно сразу полечиться вот так ну а подруга моя Валентина она использует их просто бросает воду когда кипятит воду и вода меняет свои свойства и приобретает такие целебные качества вот ну хотите верьте хотите проверьте я всегда так говорю а теперь давайте посмотрим что тут у нас на столе а на столе у нас вот здесь я вам вынесла показать у нас находится много растений первое о котором я вам расскажу это мирт обыкновенный называется мирт обыкновенный вот говорят обыкновенный но растение не обыкновенное я купила его в прошлом а это зимой это зимой в магазине цветочном и даже я пришла и говорю а у вас тут был мирт она говорит ну все хозяйка уже забрала зима никто не купил я говорю а пусть принесет и вот мне принесли этот кустик он был очень маленький он сейчас подрос раза в три наверное подрос и я не меняю пока ему горшочек вот посмотрите тут совсем маленькая кашпу но приходится часто следить чтобы там была водичка ну то есть не все время но чтобы вода была поскольку мирт достаточно много пьет воды он любит воду вот и по внешнему виду я наблюдаю если у него как-то посерели даже листики поникли ну это на неопытный глаз не сразу заметно но я сразу вижу что посерели поникли листики все надо поливать срочно поэтому вот если маленькая кашпу у вас поливайте но я не знаю буду ли я в этом году или к осени его пересажу сейчас идет период вегетации вот ну посмотрим мой любимый фикус бенджамина в свое время он у меня очень сильно разросся превратился в большое дерево и поскольку места в квартире маловато то я решила его продать но чтобы совсем с ним не расставаться я отщипнула черенок и вы видите что сейчас как он сильно разросся я посмотрю может быть я буду делать из него миниатюрное деревце типа бонсай потому что хочется как-то так наблюдать его не издалека а вблизи но во всей его по развившейся красоте для бонсая надо будет формировать крону и здесь есть уже достаточно веточек из которых может получиться полноценная как бы ветвь дерева ну посмотрим пока я его не пересаживаю потому что для бонсая не нужны большие емкости большая емкость это большая масса листвы будет все время разрастаться а нам этого не нужно пусть это будет миниатюрное деревце хочу показать вам кактусы кактусы это любимая тема моей мамочки вот она их привезла вот этот и вот этот они очень сильно разрослись хотя по ним не видно сейчас но это потому что в зимний период их практически не поливают и когда у них начинают появляться цветочки то есть цветы у растения появляются всегда когда оно чувствует что ему необходимо срочно оставить потомство иначе все кранты ну вот как то так вот и сейчас я его когда появится бутончик я его начну поливать и он вырастет вырастет буквально раза в три он увеличит свою массу за счет напитывания водой а если его все время поливать и не устраивать ему зимовку то он свести у вас не будет то этот же кактус у меня цветет и вот то что красненькое вы видите это как раз таки плоды плоды вот главное не пропустить период цветения вот этот кактус у меня зацвел и что надо с ним делать срочно начинать поливать потому что почки цветовые уже видимо образовались везде практически на каждом растении и он будет очень бурно цвести поливать и кстати подкормить подкормить так что вот мамочка твои кактусы процветают прямо так и скажу так фиалочки ну фиалки в этом году как-то у меня не очень хотя вы видите что это цветет я прищипываю листики чтобы поощрять бурное цветение листики из середины вот ну возможно надо пересадить фиалочку после того как она отсветет хотя фиалка может цвести круглый год вот и так оно раньше у меня и было вот так что ну все равно она меня радует что она вот так вот цветет так вот она перезимовала так а это известный нам крокус крокус и крокус цвел очень красиво интересно в этом году и вы даже можете обратить внимание что у него имеются засохшие желтенькие цветочки засохшие вот они я их не обрывала вот ну во первых это какие-то яркие пятнышки пусть и засохшие это все естественно вот и продолжаю его поливать для того чтобы возможно возможно я хочу увидеть как вырастут семена ну если цветки опылились то прямо из земли появится коробочка с семенами вот я жду этот момент и поэтому я его не обрезаю и не убираю никуда вот а потом вот этот вот крокус видим что у него уже пожелтели листья он готов уже к тому чтобы его обрезали и подсушили луковицу я крокусы буду высаживать на в палисадник после того как они подсохнут и станет достаточно тепло это наверное будет где-то в июне после того как все у меня тут подсохнет я просто перестану поливать и уберу в темное место ну вот и все а потом пересажу когда температура на улице станет приемлемой так что вот что касается крокусов ну и сейчас вот такая живая зелень она тоже все равно радует класс так хочу показать вам своего любимца хотя многие считают ну какой же это любимица он не цветет вот это столетник так называемый или алоэ древовидное он не менее целебен чем его собрат алоэ вера но многие не любят его за то что он тянется ввысь вот ну я хочу сказать что он очень жизнестойкий и у моей родни у Люды алоэ зацвел однажды и вы знаете это потрясающее конечно было бы зрелище если бы она не уронила горшок то есть у нее такой мехистый был алоэ и стрелочка выросла такая уже готовая показать во всей красе как он цветет ну горшок уронила и стрелка обломилась жалко такое было бы цветение ну не знаю сделала бы Люда фотографии или нет она не увлекается этим ну я бы его со всех сторон вот ну алоэ вера растет у меня в качестве лекарственного растения если у вас заболело горло просто отрежьте листочек и пожалуйста пожуйте его и все все проходит не надо бежать ни за какими лекарствами тут же пройдет тут же почувствуете облегчение ну с осторожностью тем у кого проблемы с поджелудочной железой и с печенью с желчным пузырем потому что горечь вот это она гонит желчь и как бы там камушки не зашевелились в общем посмотрите у всякого растения противопоказания но в любом случае его можно использовать в качестве маски на лицо очень хорошо для кожи для рук кожи рук так что очень благодарная очень благодарное растение ну давайте двинемся к подоконнику так пальма и так далее что у нас на подоконнике я убрала с яркого солнца и оставила сейчас только вот некоторые растения в частности это комнатный гранат посмотрите совсем недавно я ему делала радикальную обрезку буквально очень сильно его обрезала видите я вам сейчас поверну листво его сюда чтобы вы видели какая масса зеленая разрослась вот вот это ну просто потрясающе выглядит потрясающе и вот смотрите вот на этой веточке уже появился сверху бутончик так ну-ка чтобы вам было немножко видно получше чуть-чуть поднимем вот на веточке не знаю видно вам или нет я постараюсь создать темный фон на котором видно утолщение это замечательно и вот так будет на каждой веточке на каждой он будет у меня цвести это очень благодарное растение и я просто настолько рада что в качестве красивого во-первых цветки бесподобно красивый я потом сниму и конечно видео все это размещу вот когда вы обрезаете гранат вы стимулируете рост боковых ветвей и вот буквально вот это вот зеленая масса она создалась за два-три месяца после обрезки а был почти голенький почти голенький гранатика сейчас посмотрите его просто даже не узнал я его поверну опять той стороной к окошку потому что веточки привыкают к солнечной радиации и те которые ближе к солнцу именно на них появляются цветочки а эта сторона которая больше в тени она зацветет несколько позднее ну я надеюсь что и она тоже нас порадует цветами а потом и плодами конечно и вот сбоку я вам покажу вот здесь сбоку вот у меня находится фитолампа эту фитолампу я приобрела в этом году и досвечиваю им гранат вечером и тогда когда небо в тучах потому что он очень любит солнечный свет и вот чем больше света тем больше у него будет цветов завязей и тем крупнее будут плоды любит свет но я его также опрыскиваю сейчас не буду этого делать поскольку он освещается солнцем а солнце создает линзу капелька создает линзу которая может выжигать поверхность листа поэтому мы опрыскивать солнце его не будем вот и вы знаете вот фитолампа куда она светила она была направлена в центр вот в этом центре прямо позеленели листья то есть это говорит о чем это говорит о том что активно идет образование хлорофилла а те что по краям они были менее освещены и они были такие бледненькие поэтому я фитолампу подняла повыше и теперь у меня верхушки тоже освещаются но сейчас уже солнце это активно пребывает поэтому фитолампа может быть даже не пригодится разве что только для тех растений которые высажены для рассады а что связано интересного с этим гранатом у меня на сайте есть у меня на канале есть ролик про гранат там вот огромные вот эти плоды гранаты висят это настоящий гранат вот это именно он не думайте что это какая-то подделка я с интернета скачала вот действительно плоды и кстати плоды съедобные если они хорошо вызревают они имеют такой кисловато-сладковатый вкус а то и прямо и вовсе сладкий только конечно они не такие крупные как у уличного граната но вполне съедобные и кожура этого растения она тоже очень целебная вы можете ее особо использовать запомните если понос даже при дизентерии делает отвар из кожуры граната и все это очень быстро заживляется и слизистая восстанавливается и проходит вот это вот диарея понос что используйте при расстройстве ЖКТ желудочно-кишечного тракта да хочу сказать что любит воду очень любит воду и поэтому я всегда утром подхожу к нему здороваясь с листочками здороваясь с листочками и щупаю на ощупь какая земля если ком уже пересушен ну гранат он сразу реагирует на то что его надо полить у него вот эти кончики молодых веточек сразу паникают и сразу видно что ой 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 срочно срочно полить но я его поливаю сейчас данный момент практически каждый день хорошо давайте посмотрим что дальше вот такая вот герань ей здесь очень хорошо посмотрите какая она вымахала буквально вымахала о какие у нее листья это прямо зеленая плантация как они жадно раскрыли свои зонтики тянутся к солнцу я надеюсь что так же красиво будет и цвести но даже если не так скоро появятся цветки потому что пока что вижу что идет активная вегетация листьев наверное из-за того что я его пересадила в крупный горшок и пока вот корни не заплетут весь кон вот и только тогда уже может быть появятся цветы я герань не убираю с солнечного подоконника поскольку он очень любит солнце и цветонос закладывается только при достаточном количестве освещения если у вас герань не цветет то это только потому что ей не хватает солнца вот она также очень любит воду и я ее частенько каждое утро тоже смотрю почву пересохла или не пересохла буквально пальчиками проверяю так и рядом детский сад вот это у нас растение так называемые рыбки мне его поделилась знакомая ей дали два росточка она мне один отдала и видите он прижился и я надеюсь что он в скором времени зацветет вот и у него цветочки цветочки должны идти из пазух и вот поскольку он у меня впервые пазухи я надеюсь что вот в пазухе что-то уже зарождается и в этой пазухе и в этой как все цветы по-моему не мантус называют его он любит солнце но как и многие цветы он не переносит прямых солнечных лучей поэтому я его держу на подоконнике но ставлю в сторонку там где солнце бывает кратковременно вот а вот здесь вы видите гранатик это гранат выращенный из семечки моего же комнатного граната и посмотрите как он хорошо уже начинает разрастаться вот так он себя хорошо чувствует и начинает подрастать рядом под баночкой у меня стоит тоже веточка граната обломилась когда я его что-то с ним делала поворачивала вот обломилась я ее воткнула и она растет все под баночкой вот и это тоже будет гранат и он даже очень быстрее догонит вот этого своего тезку потому что он из веточки они почему-то растут гораздо быстрее так дальше вот это зига картус или декабрист этот декабрист у меня из декабриста здорово когда я делаю ему обрезку вот видите он активно укоренился и пошел в рост вот эти розовенькие листики это его уже росточки которые он выпустил потому что укоренился и вот у меня два таких горшочка имеются вот когда он подрастет скорее всего вот либо у него найдется хозяин кто-то попросит из моих знакомых ну либо я отнесу в цветочный магазин на продажу потому что это такой красавец вы сами видели у меня есть видео посмотрите про декабрист как он цветет белыми белыми цветами ну вот на этом и все дорогие друзья мое коротенькое видео или очень коротенькое подошло к концу я желаю вам всем успеха выращивание ваших красивых цветов и пусть они вас радуют всегда своей красотой и все у вас приживаются если вам понравилось это видео ставьте лайк пишите комментарии делитесь как у вас растут ваши цветы я обязательно загляну на ваш канал а теперь всем пока до следующего видео покагаю до 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 Продолжение следует...